Даже в политическом плане, в политическом плане, вот трудно быть таким политиком, который отстаивает интересы русского народа. А что их отставить? Это интересы вообще всего, почти населения, всего народа нашей России. Вот вы были представителем регионального движения, то есть это не знаю, политическая партия, Родина. Да, был. И вот посмотрите, она чуть-чуть заявила о своем патриотизме, и как она возродилась и сразу получила такую большую поддержку у народа. Потому что русский народ на самом деле патриот, он любит Россию, он готов за нее жизнь положить. Ну, а патриотизм почему-то боятся, партия исчезла. Вот каков портрет современного политика вообще, что это за человек? И можно ли вообще в политике совмещать честь, совесть, долг? Ну, смотря какой политик, батюшка. Вот я очень был близок, значит, к одному известному политику, который возглавлял, значит, политическую партию Родина. Это Рогозин Дмитрий Олегович. Вот я знаю его очень хорошо, это мой друг, мы до сих пор с ним встречаемся. Кстати, неделю назад мы встречались с ним в Государственной Думе, несмотря на то, что политическая партия Родина в том варианте, который был, значит, когда я был председателем, ее сейчас не существует. Вот. Человек такой, как Рогозин, это политик взвешенный, разумный, талантливый, который не разменивал себя на какие-то денежные знаки, потому что я был очень близок, я наблюдал за этим. И я на съездах иногда очень резко выступал, и мне мои товарищи говорили, говорят, ты дождешься, значит, на тебя будут смотреть, как на горлопан. Но я так и не дождался, даже когда я критиковал Дмитрия Олеговича, значит, на съездах и на наших мероприятиях, вот, критика была честной, и он воспринимал ее тоже как честный человек. Я ни разу, вот, передо аудиторией говорю, ни разу, не почувствовал даже, не то, что не услышал, не почувствовал, какого-то непонимания. Вы видите, Дмитрий Олегович, он же не потерялся в политике. Он сейчас представитель при НАТО, на дипломатической работе, достаточно имеет высокий статус. И я думаю, что вот его искренность, она была ценна с уже руководством. И такие люди нужны.